Но жители Италии, России и других стран мира объединяют желание жить в спокойствии и с чувством защищенности, особенно когда речь идет о детях. Взять хотя бы интернет. Многие родители задаются вопросом, как обезопасить ребенка в онлайн-пространстве. Спросим это у эксперта по цифровой безопасности Марии Намесниковой. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. У каждого ребенка сейчас по несколько гаджетов. Мобильный телефон, планшет, плюс он может пользоваться домашним компьютером или ноутбуком. Одна мысль, как проконтролировать его интернет-активность и защитить от нежелательного контента, вызывает у родителей стопор. Какие современные разработки могут им помочь? Смотрите, мы в лаборатории Касперского рекомендуем родителям иметь двусторонний подход к этому вопросу. Потому что интернет и вообще технологии на сегодня являются такой же составляющей частью всей нашей жизни, как и любые реальные события в день. Поэтому в интернете ребенка требуется воспитывать и объяснять ему все правила, точно так же, как мы делаем это с реальной жизнью. Точно так же работать с ребенком в этом пространстве. Но при этом помнить о том, что в цифровом пространстве у нас есть, с одной стороны, более ограниченная видимость, потому что мы не знаем точно, что ребенок делает в сети, когда он находится, например, со смартфоном в руках. Но с другой стороны, есть помощники, которые позволяют нам эту видимость расширить. Это программы родительского контроля или программы для детской интернет-безопасности. Такие программы нужно обязательно установить на все устройства, которыми пользуется ребенок. Желательно в тот момент, когда мы к этим устройствам даем ему доступ. Ну вот хочется ограничить время, которое ребенок проводит за экраном, но опять-таки, имея несколько гаджетов, это сложно сделать. Что вы могли бы посоветовать? Есть программы для детской онлайн-безопасности, которые позволяют ограничивать время работы не с конкретным устройством, а всего аккаунта ребенка в целом. То есть вы устанавливаете одну и ту же программу на разные устройства, и она отслеживает суммарное время, проведенное ребенка с устройствами. К сожалению, так умеют делать не все программы. Но большинство все-таки ограничивают время работы на конкретном устройстве. Но тут, во-первых, вступает в свои права, опять же, воспитания ребенка. Вы можете ему объяснить, что час работы с устройством в день – это не час со смартфоном, час с планшетом, час с компьютером, а час всего. И, соответственно, ребенок, понимая это, тоже не будет переключаться, исчерпав лимит сразу на другое устройство. И при этом еще родители, получая уведомление о том, что время исчерпано, если считают, что ребенку нужен строгий контроль в этой области по какой-то причине, в принципе, могут взять свой смартфон и установить на этот день именно приложение для детской безопасности таким образом, чтобы на других устройствах у него уже не было возможности проводить время в интернете. А как отследить активность ребенка в социальных сетях, особенно появление таких странных друзей? Это, конечно, сложная, при этом очень важная задача. Во-первых, нужно добавить в друзья к ребенку в любом случае, но отслеживать друзей, знакомых, которые ребенок добавляет в онлайне, все равно очень сложно. И сравнивать, кто вчера был в списке, а кто сегодня – это практически нереальная задача. В этом, конечно, тоже помогают средства для родительского контроля, средства для онлайн-безопасности. Так, Касперский Safe Kids, например, позволяет отслеживать новых людей, добавленных ребенку в друзья, позволяет видеть, если вдруг возраст этого человека нового сильно различается с возрастом ребенка, новый человек, новый друг гораздо старше ребенка. Либо, например, у ребенка с новым знакомым нет совершенно ни одного общего друга, что тоже является таким звоночком, на который родители должны обратить внимание. При этом, чтобы обеспечить вот эту безопасность, ребенок должен сам ввести свои данные в программу у родителей в устройстве. То есть это происходит не тайно от ребенка, и при этом родители не получают доступ к какой-то личной информации, к личной переписке и так далее. А видят именно то, что было бы видно им и так, если бы они постоянно смотрели детям в социальную сеть. Просто облегчает эту задачу и делает ее более простой, понятной и реализуемой. Ну, я знаю, что программа позволяет обеспечить не только онлайн безопасность ребенку, но и работает в офлайн среде. Каким образом? Она позволяет отслеживать местоположение ребенка. Это тоже не уникальная история, но в Касперский Safe Kids она реализована в комплексе с другими средствами, с контентным контролем, с контролем за проведением времени в интернете. И мы много взаимодействуем с организацией «Лиза Алерт», которая занимается поиском пропавших людей, акцентируясь на детях в первую очередь. И ребята из «Лизы» всегда говорят, что любой поиск, в котором они ищут ребенка, который потерялся или, не дай бог, убежал из дома, и у которого при этом есть вот такой трекер или приложение в смартфоне, или часы, возможно, указывающие местоположение ребенка, то этот поиск всегда является очень коротким. Найти такого ребенка, естественно, очень просто. Ну, ваши специалисты занимаются просвещением родителей в области интернет-безопасности. Какие материалы готовите и где можно с ними ознакомиться? Мы готовим действительно много разных материалов, чтобы просвещать родителей, детей и учителей даже в области интернет-безопасности. И на сайте kidskaspersky.ru можно найти множество таких материалов. Сайт сейчас проходит обновление, материалы будут добавляться, но там есть и статьи для родителей, и уроки для учителей. И все написано очень понятным, доступным языком. Мы стараемся не уходить в какие-то технические детали, в терминологию, для того, чтобы, пользуясь нашими материалами, любой пользователь, даже не самый продвинутый, мог не только обеспечить защиту ребенка, но и объяснить ему понятно и доступно все правила безопасности, почему они нужны. И также есть много материалов по детской безопасности на сайте blogkaspersky.ru. Там тоже материалы о безопасности, изложены простым доступным языком, но там уже и взрослая, и детская безопасность вместе. Мария, спасибо большое за интересную беседу. Желаю хорошего дня. Спасибо.